Привет! Наверное, это будет влог. Все-таки сейчас иду на пункт выдачи интернет-магазина 21 век. Ситуация такая. Вчера я увидела, что по промокоду LETE идут скидки распродажи на смартфоны. Заказала я Samsung Flip. Цена до скидки 2600 белорусских рублей. Цену сейчас округляю, сейчас где-нибудь вставлю в скрин более точная сумма. С учетом скидки цена 1559. Я сейчас дома спала. Звонит мне консультант этого магазина и говорит, извините, на сайте произошла какая-то ошибка. Цена будет не 1500, можем предложить другой смартфон. Цена будет с учетом скидки 3100 белорусских рублей. И забегая наперед, когда мне сказали, что 1559 это была цена ошибочная. Для вас отдаем по себестоимости за 3150, а без скидки он стоит 3900. Цены сейчас немножко округляю. У меня вот тоже появляется такой вопрос. В России этот телефон стоит 65 тысяч. В России сейчас где-нибудь здесь посчитаю, укажу, сколько это. Это гораздо дешевле, чем у нас. Мне это говорят по себестоимости. По какой себестоимости? Наверное, для того, чтобы было более понятно мое недовольство, для того, чтобы купить каждый из перечисленных смартфонов, которые были у меня на обзоре, мне приходится ежедневно полностью смотреть весь интернет. Это и БУ рынок искать, договариваться, где-то торговаться, где-то там прицениваться. Это хорошая цена, нехорошая цена. Отслеживать в обычных салонах, также в интернет-магазинах скидки, распродажи, промокоды. И вот когда появляется, например, в 21 веке списком телефоны, нужно к цену каждого смартфона прицениться, посмотреть, сколько он стоит в других магазинах официальных, сколько он стоит в других неофициальных, за сколько я смогу его продать спустя 2 недели использовать. В лучшем случае продам за столько же, чтобы не потерять. И тогда вот я все рассчитываю, все просчитываю, чтобы введение моего канала не было мне вообще в убыток. И поэтому, когда мне говорят, извините, это была ошибка, в то, что была ошибка, абсолютно не верю. Там же на сайте была распродажена S20 Ultra 40% скидка. Цена, не помню сколько точно, была дороже, чем 3 месяца назад у них же в 21 веке без использования промокода. То есть прежде чем вот эти скидки поставить, неоднократно это все проверяется. Я спросу, Соня, говорю, какие 3100 белорусских рублей, если цена без скидки 2600. А тут мне говорят со скидкой 3100. Здравствуйте, пожалуйста. Что это такие за расчеты непонятные? Это полнейшее нарушение закона и прав покупателя. Сейчас я иду в этот магазин. После того, как заявка была принята, сделка считается совершенной. Если продавец меняет цену после того, как уже заявка была принята, а заявка была принята еще вчера, сегодня товар уже поступил на пункт выдачи, это полнейшее нарушение закона. Иду требовать телефона. Я еще сомневалась, нужен он мне или нет. Ну, раз уж такое дело, пойду требовать. Товар я так и не забрала. Когда я выходила из дома, товара не было в наличии. Сейчас он уже появился. По цене не 2600, как вчера, без учета скидки. Сейчас у него уже цена 3899. С учетом скидки, цена 300. Даже, например, МТС продает этот телефон за 300. Здесь он 3900 практически стоит. Сказали ждать ответ, написать обращение на сайте. На сайте обращение написала. Ответ придет мне сегодня. Завтра я в 8 утра уезжаю на поезде. Приеду я неизвестно когда. Поэтому ждать времени у меня не было. Просила отдать товар. Они говорят, мы не имеем права. Юристы работают до 5 вечера. Сейчас время уже 8 часов. Ответ придет мне в другой день. Написала в книгу жалоб обращение о том, что нарушаются мои права как покупателя. Буду ждать ответ. Привет! Это продолжение влога. Итак, прошло уже дней 5, наверное. Когда появились эти телефоны на скидке за 1559, сразу же появилось много объявлений на куфоре. Я также давала объявку, чтобы посмотреть спрос на эту модель. Потому что даже 1559 это большое вложение для того, чтобы снять обзор с этим смартфоном. Максимум снять 2 видео. Также еще сравнение. И потом его продавать. Мне нужно было посмотреть, за сколько я смогу его потом продать. Чтобы не потерять даже с этой суммы. И также на сайте 21 века у них в правилах прописано, что может быть какая-то ошибка и так далее. Но мы-то руководствуемся не правилами сайта, а законами Республики Беларусь. Поэтому я стояла на своем. Я написала в книгу жалобы и предложения, что нарушаются мои права как покупателя. Сейчас я приложу на всякий случай фотографию моей жалобы. Фон мне в тот день не отдали. Также я написала, расписала всю ситуацию на самом сайте. Сказали, ответ придет только завтра, так как юристы работают с 9 утра. Очень странно, потому что ситуация обычная. Ситуация, мне кажется, достаточно распространенная, когда какая-то не та цена. И для этого нужны юристы. Мне кажется, об этом должен знать любой продавец. Вечером того же дня мне перезвонили, извинились, но сказали, смартфон я забрать не могу, так как пункт самовывоза работал до 8 вечера. Уже было 8 с чем-то. На следующий день мне перезвонил оператор. Попринесла свои извинения за доставленные неудобства и сказала, что смартфон доставит на завтра и я его смогу забрать. Телефон немножко задержали, привезли чуть позже. Но для меня это даже лучше, потому что я только вчера вернулась и сейчас поеду его забирать. Причем изначально мы даже не знали, забирать этот телефон вообще либо не забирать, потому что на эту сумму можно купить как минимум 3 телефона, снять 3 обзора, потом снять какие-то сравнения между собой. А здесь ты вкладываешь такую сумму и снимаешь всего лишь одно видео. Но с таким телефоном походить на самом деле очень интересно. И кстати, вот еще после того, как сказали, что акция это не действительно по промокоду минус 40%, на куфоре сразу исчезли все объявления, осталось 2 действительных, которые были. То есть большинство этих объявлений было рассчитано на то, что кто-то купит, перекупаете смартфоны с учетом скидки и потом перепродадут и немножко на этом заработают. Телефоны все эти исчезли. Осталось 2 смартфона на куфоре, которые действительны. И на БУ рынке этот телефон сейчас стоит 1900 белорусских рублей. Так что если ты из Беларуси, я сниму обзор на этот смартфон. Если ты хотел бы себе такой телефон, можешь написать. Я потом буду его продавать. Я отдам его за ту же цену. У меня, кстати, была похожая ситуация. На каком-то, не помню на каком сайте, интернет-магазина была распродажа. Я заказала себе три телефона по очень хорошей цене. Потом мне перезвонил оператор, сказал, что все, это ошибка на сайте и этот телефон продавать за такую цену не будут. В тот раз я просто разозлилась, рассердилась, но на этом все закончилось. Можно было начать ругаться. Можно было сказать, что я буду обращаться в марте. Тогда я бы эти телефоны забрала по цене, которая была указана изначально. И самая важная пометка, на которую пытались опираться консультанты, что у вас заказ не оплачен. Неважно, оплачен у вас или нет. Главное, что он у вас принят. Если заказ приняли, они обязаны продать за цену, которая была указана на момент заказа. Забрала я телефон. Хотела написать в книгу жалоб, что претензий не имею, что телефон мне продали за такую цену. Но говорят, лучше не пишите. На каждую жалобу им нужно писать ответ, писать, расписывать это все. Поэтому будет проще, если я ничего не буду писать. Говорю, хорошо, спасибо. Телефон забрала. Не знаю, непривычно, странно. Дисплей гнется пополам. На обороте маленький дисплейчик такой. И, кстати, важная пометка. Вдруг вам это пригодится. Телефон покажу уже дома, чтобы сейчас на улице не открывать. Важная пометка. Телефон, прежде чем я пришла, называла свой номер телефона, я сказала, что пломбы мне вскрывать не нужно. Потому что мало ли, чтобы мне не положили какой-нибудь телефон, который был уже после ремонта. Мне принесли коробку с пломбами. Я ее очень хорошо осмотрела, что все пломбы оригинальные, заводские. После чего телефон включили. Посмотрела, выписали гарантийный талон, оплатила и все. Дома уже покажу подробнее телефон. Смотрела на Wildberries, SiliconCower, который мне нравится, который я всегда покупаю на свои телефоны. Основные вместо 50 белорусских рублей на этот смартфон стоит 139 белорусских рублей, SiliconCower. Смотрится красиво, но я похожу с оригинальным. Оригинальный там пластиковый в комплекте. Был еще вариант купить за 20 рублей какой-то такой, как один из самых дешевых на Wildberries. Ну, наверное, похожу с оригинальным какое-то время, потому что себе его буду вряд ли оставлять. Итак, я уже дома. Давайте посмотрим, что внутри, какой комплект. Смотрела, чтобы были вот эти вот пломбы полностью не вскрытые, чтобы, мало ли, мне не принесли какой-то телефон, который после ремонта либо что-то подобное. Пломбы были закрыты, после чего я попросила вскрыть телефон. Коробка такая, как старого образца. Z Flip, Samsung Galaxy Z Flip надпись. Открываем. Телефон я уже достала, он был полностью разряжен. И, кстати, обратите внимание, комплект какой здесь. В комплекте у нас зарядное устройство на 15. Зарядка на 15 ватт. Совсем мало. На 15 ватт зарядка. В S20, в S21 там на 25 ватт. Что-то... Здесь батарея, кстати, на 3000. Батарея здесь небольшая. Здесь есть переходник. Давайте откроем, посмотрим. Странно, что-то с зарядкой. Такой переходник. А, раньше такие были переходники в комплекте. В последнее время их уже не было. В S20 этих переходников не было. Модель этого телефона, кстати, 20-го года. Дальше кабель. Кабель у нас вот такой. Не Type-C на Type-C, а вот такой. И наушники AKG. Обычные наушники. И сменные резиночки в комплекте. Дальше в комплекте был чехол. Огромный плюс, потому что не придется, чтобы временно походить. Не нужно будет покупать чехол. Чехол сейчас наденем, посмотрим. Здесь снимается какая-то пленка. Вот такой вот чехол в комплекте. Боковинки нужно отклеить. Чуть позже покажу, как он выглядит. Пластиковый чехол. Ну, нормально. Мне походить ненадолго, поэтому нормально. Скрепка. Больше ничего нет. Здесь у нас, так, премиальный сервис. В комплекте с вашим смартфоном доступны специальные сервисы поддержки, призванные обеспечить наилучший опыт использования устройства. Просканируйте QR-код, чтобы узнать больше о Galaxy Flip. Так, так, так. Один год защиты вместе с Samsung Care+. Премиум защита. Была вот такая вот наклейка на самом телефоне. Инструкция по уходу. И здесь у нас написано. Вы можете поставить паузу и прочитать. Но вкратце телефон не влагозащищен. На телефон наносить на экран какие-либо другие наклейки, клейкие материалы, такие как пленки и стикеры, запрещено. Дальше. Ваше устройство содержит магниты. Держите безопасное расстояние между вашим устройством и объекты, на которые могут воздействовать магниты, такие как кредитные карты, медицинские устройства и так далее. Устройство не является водопыленепроницаемой. Так, так, так. При складывании устройства не кладите на экран какие-либо предметы, например, карты, монеты и ключи. Ну, здесь все понятно. Итак, вот сам телефон. Это мы убираем. 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 Чехол сейчас оденем и посмотрим. Вот сам телефон. Конечно, это первый телефон-раскладушка. Из таких современных у меня надпись Samsung. Открываем. Виден переход. Переход на дисплей. Телефон с толстыми рамками. Телефоном я еще не пользовалась. Похожу с ним, что-то расскажу подробнее. На первый взгляд, что я заметила, это то, что здесь толстые рамки. Здесь на обороте, кстати, просто так он не закрывается. Нужно немножко вот так вот надавливать. Закрываем. На обороте есть небольшой экран. Вот он, который отображает время. Наверное, входящие вызовы. Есть на официальном сайте Samsung видео в YouTube про фишки этого смартфона. Смотрела я этот ролик. Не скажу, что фишки эти только для этого смартфона. Дальше, что-то я здесь не вижу. 3,5 Jack. Здесь нету, кстати, кнопочка включения-выключения. Она же сканер отпечатка пальца. Здесь качелька регулировки громкости. По сравнению с современными смартфонами Samsung, небольшой относительно разговорный динамик. Вот он. Посмотрим, какие здесь еще идут обои. Кстати, все темные. Меня интересует белый фон. Полоска. Вот она видна. Сгиб. Не знаю, как это будет практично, либо нет. Но мозгу эта конструкция непонятная и выглядит странной. Вообще телефон компактный. И достаточно так интересно в сумочку положить его. Не знаю. Пока прикольно, но что-то непонятно насчет экрана. По информации, которая доступна на данный момент, в августе линейка нот уже представляться не будет и не планирует выпускать S21FE. Будут выпускать Z Flip сразу третью модель, где вторая потерялась. Второй не было. Здесь у меня первый и будет выходить третий. И также будет выходить Z Fold. Давайте оденем чехол. Так, протираем вторую сторону. Все, готово. Вот такой чехол. Кстати, телефон стал немножко толще, но вообще даже незаметно, что телефон находится в чехле. Выглядит красиво и необычно. В конце этого ролика хочу сказать, не бойтесь и не стесняйтесь отстаивать свои права как покупателя. Действовала я по закону. Ничего лишнего я не требовала. Просто просила соблюдать законы нашей страны. И мне удалось купить вот такой вот телефон, грубо говоря, за полцены от стоимости. Кстати, в пятом элементе сегодня посмотрела, он уже стоит 2,4. Добавлю еще в этот влог небольшую историю. Расскажу вкратце, без подробностей. Покупала я в пятом элементе. Это официальный магазин в Беларуси. Покупала я S21. За эту покупку у меня начислилось много бонусов. 2,5% от суммы. Телефон стоил около 1000 долларов. 2,5% мне начислили бонусами. Один бонус равен 1 белорусский рубль. Можно оплачивать другие покупки. С этих бонусов я оплатила A52, когда покупала в этом же магазине. И, наверное, за месяц до этого я покупала также 3 бюджетника. Заказываю себе чехол обычный силиконовый на S21. Прихожу в магазин, чтобы часть оплатить бонусами 30% от суммы. Мне говорят, ваша бонусная карта заблокирована. Я возмущена, как могли заблокировать мою карту. Заблокировала служба безопасности. На карте бонусов у меня было около 200 с чем-то рублей. Это практически 100 долларов у меня было бонусами. И эти 100 долларов я могла оплачивать другие покупки. Связалась с консультантами. Мне перезвонили из службы безопасности. Сказали, что так как я совершаю много покупок, чтобы я нашла себе другой магазин для того, чтобы закупаться у них и перепродавать. Меня это настолько возмутило. Это официальный магазин, в котором цена изначально выше, чем в интернет-магазинах. И они считают, что можно купить в официальном магазине, в котором максимально высокая цена, и этот телефон еще перепродать бэушным. Ну, что за вообще бред какой-то? Меня это дико возмутило. В итоге я сказала, что телефоны я покупаю для собственного пользования. На чем настаивалась. Телефонами я действительно хожу. Я ими пользуюсь. Я снимаю о них обзоры. И потом дешевле, чем я покупаю, я эти телефоны продаю. Где здесь выгода и где здесь какой-то, я не знаю, какой-то доход, заработок или что-то еще. Карту мне разблокировали только после того, как я сказала, что у меня есть канал на YouTube. Попросили назвать канал. Посмотрели видео, посмотрели влоги, за сколько я покупаю, что я покупаю и так далее. Все совпало. Карту разблокировали, спрашивали, уточняющие вопросы. Лично от себя, служба безопасности, как идет монетизация, как идет доход от YouTube и все остальное. На эти вопросы отвечать я уже не захотела, отвечать не стала. Что вот все, карту разблокировали и на этом спасибо. Бонусы я свои потратила. Возможно, у меня какие-то еще остались. Причем бонусы там есть мгновенные, которые действительно только в течение трех дней. И тратить их нужно вот через три дня, эти бонусы сгорают. Естественно, лучше что-то купить, сделать какую-то покупку, какой-то телефон купить подешевле, чтобы эти бонусы просто-напросто не сгорели через три дня. Но такое отношение к покупателям меня обидело, меня задело. И сейчас я стараюсь по возможности в пятом элементе уже не покупать. Много у нас было неприятных ситуаций. Например, когда в наличии в магазине пять телефонов, я делаю заказ для того, чтобы прийти сразу его купить. И мне достают витринный образец, который непрерывно стоит на зарядке, на спинке царапина. И мне этот телефон приносят вместе с коробкой. В наличии еще пять числятся в магазине, мне пришли его продавать. Телефон, который был на витрине, смотрю, фотки там дети какие-то фоткались на фронталку этого телефона. Он непрерывно заряжался день-ночь, они не снимают зарядки эти смартфоны, все пользуются, сзади царапаны. Они принесли мне этот телефон продавать. Ну, то есть, как бы ситуаций неприятных у меня с этим магазином хватало. Чем больше я покупаю в любых магазинах, а так как чаще всего покупала в пятом элементе, поэтому таких вот неприятных конфликтных ситуаций у меня было достаточно много. Поэтому по возможности стараюсь там не покупать. Ну, а на этом уже все. Сейчас влог подходит к концу и скоро выйдет этот ролик. Спасибо за просмотр. Ставьте пальчики вверх. Пишите ваши комментарии. Это помогает продвижению роликов. И всем пока-пока.